Друзья, всем привет! Друзья, всем привет! Сегодня у нас, конечно, погода шикарнейшая. Идет сильный дождь с перебетным успехом. Но наша работа, она продолжается. Мы машины ищем. Конечно, не так это будет быстро, как мы ожидаем. Потому что в такую погоду машины, конечно, смотреть тяжело. В общем, не переживайте, поиски идут. Вот, а сегодняшнее видео о том... Во-первых, сейчас вы увидите отзыв, да, того самого Леона, которого мы перегоняли с Уссирийского. Отзыв нашего подписчика. Ну и просто покажем, какие машины продаются, что мы подыскали. Какие, короче говоря, машины у нас покупают. Все, поехали! Всем привет! Кто смотрит это видео... Привет, Сереге, Сане. Автоподбор 25. Решил записать отзыв о парнях. Покупал дистанционный автомобиль. Пару дней назад он мне пришел на автовозе в самой Самурской области. В принципе, раньше сам ездил. Тут недалеко, да, через два там регионы. Приморский край. Время не позволяет. Работа, жесткий график. Прошелся обратиться таким образом к покупке. Парня их случайно увидел на YouTube-канале, у них там свой канал. В принципе, что занимаются этим делом. Позвонил. Поговорил. Ну, изначально нужно, конечно, через Дром.ру, там ссылку скидывайте, там объявления им, что вас интересует конкретный автомобиль. Нужно пробивать аукционный лист, переводить его. Соответственно, обязательно на русский лад. Что японец там написал, это неизвестно. Нужно переводить аукционники, пробивать. В частности, там еще пробег. Ну, все данные, что указываются в этих листах аукционных. Ну, и все. Сначала это все сделаете. Переведете, там вам понравился. Автомобиль перевели, там устраивает. Потом звоните. Писать, там я думаю, лучше звонить. Только понятно, что там время. Владивостопа, Владивостопа, надо звонить парням. Не по ночам, по ночам. Это им не нравится, естественно. Кажа звонит, там кто-то. Ну, в принципе, у нас здесь что-то. Ну, сейчас разница. Мне удобно было, в принципе, с ними. Ну, кому-то там просто что-то подгадать под время, под Владивостопа. Не звоните. Все, видео, фото автомобиля они вам там предоставят. Сами посоветуют. Брать, не брать этот автомобиль. Все, вы уже там принимайте сами решения. Ну, все. Я вот купил, доверился. Тоже отправлял деньги. Неизвестно кому там. Сумма тоже не маленькая. Но для меня не маленькая была. Это ли он? Кто там, до этого видео есть про этот автомобиль. Парни перегоняли его в Владивосток с Уссурийска. Тоже говорю, повторяю, сумма не маленькая. Перевел там. Тоже, естественно, переживал там сначала. Ну, не вообще. Что кому там отправляешь? Куда? Какому дяде? Ну, доверился, в принципе, на моем примере. Можно другим людям обращаться. Обращаться к ним. Все, там, деньги приняли. То есть, сняли. Рассчитали с продавцом. Машину отправили. Транспортная, транспортная нормальная. Сразу позвонили на следующий день. Вечером они ее транспортную нали. На следующий день позвонили мне. Я перевел деньги, даже на перевозы транспортную. И все. Приехала. Быстро приехала. Амур. Быстро приехала. В принципе, парни надежные. Никто мне денег за это не платил. Они там не платили, что я там про них сказал. Просто от своей. От себя говорю так, что людям людям, что просто некоторые, конечно, боятся. Переводить, дистанционно покупать. По части денег можно не переживать. Отправите. В частности, я, Калибри, Сбербанк. Перевод Калибри отправлял. В принципе, переводы надежные. Про них читал. Сам пользовался. И там объяснят. И все. Отправите. Рассчитаются с продавцом. Поставят транспорт. Там на автовозы. Перейдет к вам. Будете радоваться. И обращайтесь. Пожелаю, каким образом покупать. В принципе, можно. Все, пока. Друзья, ну и начнем мы с вот этого замечательного автомобиля. Сейчас мы его заведем. Так, немного неудобно, конечно, но что поделать. Пускай он греется. Пока он греется, я вам немного о нем расскажу. Что это у нас с вами за автомобиль. И это Toyota Siento. Siento в рестайле. Такого шикарного, знаете, баклажанного цвета автомобиля 2013 года. Ну и как вы обратили внимание, да, он на номерах. То есть мы проверяем не только беспробежную машину, но еще и пробежную. Видите, фарик у него рестайл, да. Уже идут такие вот квадратные. Я не побоюсь этого слова, да, но машина, можно сказать, практически она в идеале. То есть не каждый пробежный автомобиль можно найти в таком состоянии. Значит, трансмиссия здесь вариатор, двигатель полтора литра, 110 лошадиных сил. Значит, мордочка так выделяется. Знак Toyota. Установлены туманки, фары, видите, какие они линзованные. Установлено оригинальное японское, тойотовское литье. Еще стоит новая, прям не побоюсь этого слова, новая, зимняя, хотел сказать зимняя, летняя резина. То есть она практически без износа. Повторители, шаг. Это такой, кто не знает, семейный минивэн. В этом автомобиле три ряда сидений. Очень хорошая комплектация у данного автомобиля. Во-первых, это бесключевой доступ и двери электрические. Темный, чистейший, аккуратный, шикарный салон. Очень дорогая сигнализация установлена на этот автомобиль. По стоимости, я, к сожалению, не помню, сколько он стоит. Вот, автомобиль, он продавался в Уссурийске. В Уссурийске мы не ездили. Хозяин сам приезжал, нам его показывал. Вот, ну и через пару дней подписчик позвонил. Говорит, все, забираю, ребята. Давайте, выкупайте. Ставьте автомобиль на автовоз. Здесь задний бампер, катафоты, камера заднего вида установлена. Дворник, метла, обогрев заднего стекла. Дополнительный стоп-сигнал, спойлер. Антенна вот расположена с левой стороны на крыше. Вот, далее, значит, левая дверь, она тоже идет, электро. Я сейчас, а, и забыл еще сказать, смотрите. Ну, опять же, вы колеса не увидите, да, но предыдущий хозяин отдал зимнюю резину. Темный, чистейший салон, еще раз повторяю. Вот, трансформацию салона я вам сейчас показывать не буду, потому что на улице дождь, как бы салон, неохота мочить, ну и с зонтиком неудобно это делать. Но третий ряд сидений, он прячется под второй ряд сидений. Вон, видите, да, спинки торчат. Вот, значит, так, дверь закрываем. Ну, здесь, наверное, давайте сейчас сяду в машину и покажу. Так, еще раз, значит, по стоимости я не помню, сколько он стоит. Вот, подписчик, в любом случае, будет, наверное, смотреть наше видео, спросите у него в комментариях, ну, что сказать. Дегенная машина, такой семейный, семейный минивэн. Ладно, давайте немножко прокатимся на нем, пока ем в транспортном прокате. Значит, что касается внутреннего оснащения, да, панелька находится посередине, в принципе, очень удобно. Сейчас мы поедем, я вам немного покажу. Солнцезащитные козырьки, зеркало выдвигается, здесь вот такая вот сеточка, подсветка, здесь тоже зеркало японской, японский магнитофон, мультимедиа-система, вариатор. Ну, здесь у нас куча бардачков, то есть это у нас, видите, многие могут подумать, что это пепельница, но это не пепельница, здесь пластмасса, какая-то ниша, пенал, здесь подстаканник у нас, здесь такой тоже бардачок, пенал большой. Вот здесь, по серединке такая вот плоскость, да, что-то можно положить. Обратите внимание, два подлокотника и у водителя, и у пассажира, электрические стеклоподъемники, это понятно. Вот такой небольшой бардачок, вот такого плана, снизу тоже пенал, значит, что-то, что-то можно положить. Видите, две электрические двери, они отключаются, их можно отключить. Режим сноу, регулировка, зеркал ушей, зеркал ушей заднего вида. Вот такого плана, плана салон. Я еще раз повторяю, салон чистейший, аккуратный, блин, прям, вот мне самому этот автомобиль понравился, да. И смотрите, бонусом еще что идет, бонусом идет вот такой вот огромный монитор для задних пассажиров и ионизатор воздуха. Монитор можно убрать. Сейчас сидим, ждем, пока машина прогреется. Вот, ну, опять же, что еще сказать хотелось бы. Для тех, кто не знает, да, нету стрелки температуры двигателя на, ну, практически на всех новых автомобилях идет вот такая вот лампочка. Когда эта лампочка погаснет, это будет говорить о том, что двигатель, мотор прогрелся и, в принципе, в принципе, можно ехать. Да не в принципе, а можно, короче говоря, ехать. Ну, что еще сказать, кожаный руль, здесь оплеточка тоже такая, ручка переключения передач, она тоже кожаная. Здесь у нас прикуриватель, сидушки, естественно, у нас ездят вперед-назад, спинка у нас регулируется. Вот, ну, и в принципе, в принципе, все. В общем, ждем, пока прогреется и поедем. Ребят, ну, как видите, лампочка потухла. Это говорит о том, что автомобиль прогрелся, можно ехать. Мы уже с вами поехали. Узнаете, проехал от стоянки метров пятьсот. Я прям удивлен, как ездит этот автомобиль в плане, в плане комфортности. Нету такого, знаете, бум-бум-бум. Автомобиль, он не жесткий, он, ну, это, наверное, слишком, да, будет сказано, едешь, как на крауне. Но, тем не менее, то есть идет он мягко, у него отличная шумоизоляция, тебя никуда не кивает, не шкивает. То есть у него замечательная, замечательная управляемость. Так, пока стоим на светофоре. И вот, допустим, для меня, да, что немаловажно, ведь я вижу, я вижу практически края капота. То есть, ну, мне, мне очень удобно управлять им. Есть такие машины, да, у которых капот, он, как бы, как бы вниз скошен. И, ну, тяжело ориентироваться именно, именно по габаритам. Блин, здесь поворот такой, выезжаешь, да, и вот трамваи, бывает, несутся. То есть, ну, постоянно аварии происходят. Вот. Ну, что еще сказать? Что еще сказать? Хороший, хороший семейный автомобиль. Ну, давайте посмотрим дальше, какие автомобили отправляются у нас. Друзья, и смотрите, чем ближе к зеленке, выше к зеленке, тем больше туман. Вот опять въехали, не опять въехали, а на рынке опять, смотрите, туман, все, все затянуло. Но машины стоят, машины никуда не денутся. Вот, как бы, смотрите, ну, машины уже есть, да, стоят в плане, приехали покупатели, вот, несмотря на такую погоду. Время, время 10 утра. Вот, рынок работает с 9, но в основном продавцы подходят сюда к 10, к 10 часам. А вот стояночки, видите, немного подопустили за выходные. Есть, есть свободные места. Также еще хотел сказать, на рынке можно купить всякие, всякие японские штучки. То есть, ребята, как и на дороге, да, торгуют, как с машин, вот, так есть парочка магазинов, где продаются всякие японские штучки, дрючки. Честно говоря, сам не знаю, что там продается, вот, но что-то продается, и люди, люди охотно все это покупают. Вон, видите, магазин, кошечка такая нарисована, магазин японских товаров. Вот, Аксио стоит, 16-й год, 680 тысяч рублей. Ладно, подъезжаем к транспортной компании, и идем за следующим автомобилем. Так, ну и забираем еще Хайджет, вот такого, такого плана, и пару слов от продавца. Здравствуйте, вот продаем хороший автомобиль, Хайджет, Дайхатсу Хайджет, серебристого цвета, полная комплектация, ветровики, стеклоподъемники, очень хорошее состояние, не ржавенький, не крашеный. Вот товарищ выбрал. В хорошие руки отдаем, за небольшие деньги, так сказать. Пусть катается и радуется, вспоминает плохих зеленщиков, с доброй стороны. А как вообще, продажи идут у вас, нет? Ну, продажи идут потихонечку. Сейчас в связи с тем, что 1 июля нас назревает, народ активизировался, стали покупать автомобили. Короче, покупайте быстрее, пока они есть и не подорожали. Да, и будут серьезные заморочки. Я так думаю, как и с кнопками, на 3-3,5 года обеспечена, значит, ситуация такая жесткая, с выдачей СПТС. Все, спасибо. Ну и давайте еще немного цен. Ребят, микрофон, блин, опять забыли дома, поэтому извиняюсь за звук. Вот рядом с хайджетом, пока он греется, стоит у нас Фрид, значит, автомобиль 2015 года, 4 ВД с туманками. Стоит он, стоит он, 640 тысяч рублей. Такие автомобили тоже много спрашивают. Это полноценный, хороший, семейный автомобиль, семейный мини-вэн. Хонда Фрид. Вот рядом стоит Тойота Спейд. Пробег у данного автомобиля, сейчас не продавец рассказал, 45 тысяч километров. Это реально, ребят, смешной пробег. Такой клевый, баклажановый цвет, он на светлом салоне. И еще, смотрите, у него стоит система Альфайн, то есть хорошая, качественная музыка, выведен монитор. Стоит данный автомобиль 500, по-моему, 90 тысяч рублей. Вот, потихонечку приезжали продавцы. Ну и давайте, пока все-таки угреется, посмотрим на остальные цены. Давайте. Стоит Хонда Фит, 2014 год, 4 ВД. Я так понимаю, это не гибрид, без линз, но зато с туманками. Стоит он 600, 635 тысяч рублей. Лежит какой-то аукционник, 118 тысяч пробег на данном автомобиле. Рядом стоит Prius, это электричка, это гибрид, гибрид, цена, 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 цены нет. Он на ездит, на берегу, написано, 167 тысяч километров. Далее, значит, стоит пробокс, рестайл, новая морда, 15-й год, цена, 265 тысяч рублей. Но 265 тысяч рублей, это, скорее всего, без документов. Вот, потому что, что-то как-то, что-то как-то очень дешево. Далее, Toyota Porte, Porte, 2014 год, 4 ВД. Декомплектация, пробег 32 тысячи километров. Так, пробег 32 тысячи километров, аукционник, 166 тысяч. Не знаю, что это такое, как это понимать. Цены, цены, к сожалению, нет. Далее, пробокс, цены нету, старый кузов, новый кузов, тоже цены нету, старый кузов, цены нету. Блин, где же все цены-то? Так, Suzuki, Suzuki Alta, 15-й год, 4 ВД, цены тоже, блин, почему-то, к сожалению, нету. Ну, ничего страшного, главное, главное машины есть. Аксио продается, 4 ВД, 15-й год, тоже ценника нету. Honda Fit, Shuttle, Xenon, Xenon, блин, куда дели все цены? Такие автомобили есть гибрид, есть не гибрид, но гибриды, они идут неполноценные. Вот. Еще раз показываю, какой, какой туман на рынке, зеленый угол. Где нам цены взять-то? Куда делись все цены? Цен нету. ВИЦ, на ВИЦе есть цена, ВИЦ 1,3, 4 ВД, 15-й год, аукцион 4 балла, цены нету. Ну, ничего страшного. Сегодня, сегодня, друзья, как бы, видео вообще не планировали, да, снимать. Вот, но раз такая погода, и снимем, как мы машинки отправляем. Ладно, хайджет уже прогрелся, погнали его в транспортную компанию. И, кстати, еще хочу добавить, у этого же продавца, да, у него стоит два хайджета, вот тот, который мы забираем, и вот стоит еще один. Они оба хороших, оба хороших, но наш подписчик выбрал именно вот этого хайджета. Данный хайджет, да, это 2015 год, серия цвета, родной пробег, пробег там, по-моему, в районе 100-100 тысяч с копейками. Он, да не в принципе, а он целенький, он в пузу, он держалый, вот, нормальный, ухоженный салончик. Стоит он, если я не ошибаюсь, мне не изменяет память, или 345, или 350 тысяч, но я могу ошибаться. Может быть, не знаю, может быть, кому нужен вот такой автомобиль, 07. Так, ну все, автомобиль прогрелся, прогрелся, сел я в него, да, ощущения такие, как бы, своеобразные, скажем так, немного не привыкла ездить на таких автомобилях. Морды нету, но зато, зато обзорность шикарная. Значит, комплектация, он, ну понятно, что тут говорить о комплектации, ее нету, это такой, как бы, грузовой автомобильчик, но зато есть, они есть на крутилках, да, на веслах, а есть где электрические стеклоподъемники. Вот здесь у нас бардачок с вами, и обратите внимание, вот такие вот встроенные полочки, я понял, что ты сделал, чистейший, чистейший потолок. Ну и салон, в принципе, тоже в таком, в неплохом, он в состоянии. Автомобиль 0,7, по лошадям, я не помню, сейчас мы посмотрим, значит, по ПТС, по ПТС, двигатель мощностью здесь идет 50 лошадиных сил. Опять туман, едем куда-то в туман, и вот тут выезд такой неудобный, смотрите, нужно нам с вами протиснуться между вот этим вот шлагбаумом. Так, сейчас мы аккуратненько тут проезжаем, аккуратненько проезжаем. Зимой тут, блин, катастрофа, с этой горькой, конечно, спускаться, то есть едешь, да, и не дай бог, куда-то, блин, бахнешься, потому что зимой тут снег, лед и так далее, хотя снега в этом году у нас не было. Вот видите, видимость, блин, нифига, можно сказать, не видно. в тумане в этом. Ну вот, смотрите, народ уже поприезжал, покупатели, продавцы, то есть уже, наверное, будет как бы сложновато с местом где-то паркануться. Но и опять же, со слов продавца, да, покупатели есть, машины продаются, то есть присутствует некий ажиотаж на рынке, потому что, ну как сказал продавец, будут все-таки какие-то проблемы, хотя это не точно, да, может быть, что-нибудь и придумают, может быть, будут проблемы, может быть, короче говоря, будем надеяться, то, что все это дело как-то, как-то утрясется. Вот, ну а мы едем дальше транспортную. Пробег, пробег у автомобиля, ой, нечаянно пикнул, не могу еще привыкнуть к езде на таком автомобиле. Пробег 65 тысяч, но пробег немного подкорректировали, вот, наш подписчик знает, знает настоящий пробег на данном автомобиле. По езде, да, вот именно, ну как сказать, не знаю, какое слово подобрать, по качеству езды, ну понятно, то что данный автомобиль наступает, наступает автомобилем класс, классом повыше, ну и даже, наверное, кейкаром, да, зато он не уступает по салону, по объему, по своему функционалу. кстати, 4WD, 4WD, здесь кнопочки, вот у нас кнопочки, даже корректор фар есть, магнитола стоит обычная, вот, ну понятно, что, ребят, шумоизоляция здесь нету, нету, никакой. Что касается подвески, да, вот, как бы я сейчас проехал, небольшое расстояние на автомобиле, ну вот, вы сами видите, да, по каким корчам, по каким корчам мы с вами едем, в принципе, ну ничего не гремит, ничего не стучит, понятно, что он, шум какой-то, стук присутствует в автомобиле, но это вот, как же вам так сказать-то правильно, издает, наверное, сам автомобиль, плюс баллоник, баллоник и донкрат, они вот лежат под сидушкой, они там не закреплены, сейчас мы это дело, все там закрепим, а так, в принципе, по подвеске, подвески вопросов нету, вот, ну, как бы, наверное, на какой-то грунтовке, по грунтовочке, ездить тяжело, в плане, ну, быстро, быстро не разгонишься, да, на автомобиле, я не говорю, вот по такой грунтовке, а где-то проселочной дороги, короче говоря, машину будет, наверное, шкивать по трассе, хотя, я могу ошибаться, то есть, именно на хайджетах, я не ездил, да, но есть опыт езды, на, допустим, Дайхаусу Терриуски, да, это 0,7, тоже маленькая такая, вот, по грунтовке, мне на ней, как-то, километров там 80-90, было, было ехать страшно, в общем, вот такой вот автомобиль, стоимость, стоимость, я тоже не помню, или 350, что ли, тысяч он стоит, вот, куплен, и уезжает, в середину, России, ну, а мы идем за следующим автомобилем, ну, следующий автомобиль, который мы сегодня тоже, забираем, это Хонда Шаттл, в очень хорошей комплектации, вот, был поиск у нас данного автомобиля, нашли замечательный автомобиль, целенький по кузову, не битый, не крашеный, друзья, с родным пробегом, 91 тысяча, на улице, что-то, как-то у нас все усилилось, усилилось, пошел сильный, прям сильный дождь, пошел ливень, вот, поэтому автомобиль сейчас греется, греется, я вкратце вам про него рассказываю, значит, хорошая комплектация, полный мультируль, кожаный руль, управление магнитолой на руле, управление круиз-контролем, управление меню, ручное переключение передач, режим эко, электрические стеклоподъемники, вот такой вот джойстик переключения передач, сенсорный климат-контроль, то есть все здесь сенсорное, кнопка старт, кнопка стоп, эти самые зеркала, солнцезащитные козырьки, аэрбэги в стойках, с левой стороны в руле, значит, подушка безопасности пассажира, кожаные вставки, не знаю, говорил, не говорил, в общем, кожаные вставки, сидение с кожаными вставками, задняя часть автомобиля, чистенький, ухоженный салончик, значит, компрессор, компрессор на месте, все проверили, все это у нас присутствует, стоит данный автомобиль 855 тысяч рублей, автомобиль 2015 года, с родным пробегом, 91 тысяча, ну и вон у нас какие-то машины стоят, сейчас немного покажу, цен, сколько они стоят, пока данный автомобиль греется, значит, это у нас Subaru Impreza, комплектация Sport, автомобиль 2018 года, 11 месяц, практически 2019 год, новый автомобиль, стоит он 999 тысяч рублей, видите, написано, акция, такой вот автомобиль, дальше, это Daihatsu Miro, здесь три двери у нас, ну это самый дешевый, наверное, автомобиль на рынке, 2015 год, стоит 222 тысячи рублей, представляете, всего 222 тысячи, далее, смотрите, стоит вот такой вот, интересный у нас грузовик, мини-мини грузовичок, Honda Acti Truck, комплектация Town, 2018 год, шестой месяц, коробка 4WD, так, стоимость, стоимость, стоимости у нас здесь нету, вот, Vanette, 950 килограмм, справа дверь, движная, слева дверь, движная, две двери, 4WD, 12-й год, цены, цены здесь нету, далее, новый Prius, тоже ценника нету, Toyota Pro Box, новая морда, 14-й год, есть статистика, 4WD, 579 тысяч рублей, за ним спрятался фит, не линзованный, 1,3, есть статистики, 585 тысяч рублей, это у нас Toyota Corolla Axio, 675 тысяч рублей, 4WD, значит, 2015 год, это у нас Aqua, гибрид полноценный, они бывают только передний привод, линзы, сколько стоит она? 650 тысяч рублей, это у нас Axio, в таком синем цвете, 15-й год, 4WD, цена, 725 тысяч рублей, фит в черном цвете, значит, без линз, 15-й год, 1,3, 4WD, стоит он? 635 тысяч рублей, Toyota Pro Box, 16-й год, 16-й, 1,5 линза, 4WD, 2 кнопки, 625 тысяч рублей, данный автомобиль стоит, это у нас DS, всеми любимый, K-Car, в модной, в очень хорошей комплектации, можно сказать, максимальная, 14-й год, 0,6, камеры, ну, короче говоря, все есть, стоит он 450 тысяч рублей, вид сзади, покажу, литье такое модное стоит, летняя резина, повторители, вот, вид сзади, как бы и стар, все любят, вот, K-Car, да, вот именно в таких комплектациях, модные, то есть, навороченные, с камерами, на литье, с линзами, короче, в максималке все любят, смотрите, ребят, что немаловажно, да, самое главное, родной пробег на автомобиле, как говорят мне, 55 тысяч, аукционная оценка, 4,5, 4,5 балла, ну, это как бы, короче говоря, это редкость, найти такой K-Car, с таким пробегом, ну, и с такой аукционной оценкой, так, ну, цены вам показали на этой стоянке, автомобиль наш прогрелся, сейчас мы поедем, видите, он уже заглох, это полноценный гибрид идет, значит, данный автомобиль, 855 тысяч, гибрид, передний привод, в таком шикарном, красивом свете, с шикарными фарами, смотрите, линзованные фарики идут, а он еще стоит на зимней резине, без литья, но наш подписчик попросил приобрести ему комплект колес, вместе с литьем, ну, и, соответственно, с резиной, очень популярные автомобили, прям, очень, очень большой спрос на них, вот, но на рынке, на рынке осталось мало таких автомобилей, такой вот внешний вид, еще раз всем напоминаю, значит, они есть, передний привод, есть гибрид, передний привод, есть 4WD гибрид, багажник у него такой объемный, здесь вот полочки, вот компрессор, вот жидкость, все у нас имеется, вот здесь тоже ниша такая, что-то можно положить, тонкран, вон там вот у нас спрятан, не бито, не крашено, с родным пробегом, ладно, будем выезжать с рынка, едем опять в транспортную компанию, оба, лифт сидений, я уже в каком-то видео говорил, мне удобнее ездить, когда сидушка поднята полностью наверх, так, подогрев зеркал, ага, включили, включили, поехали, ну, еще такой, давайте нюансик, да, вот, допустим, включили мы с вами на дэшку, на дэшку, здесь нету парковки, то есть рычагом, да, мы не можем поставить на парковку, чтобы поставить автомобиль на парковку, нажимаем кнопочку P, автомобиль стал у нас на парковочку, ладно, парковка нам не нужна, нам нужна дэшка, и мы с вами выезжаем со вторым ка зеленый угол, не со вторым ка зеленый угол, выезжаем с одной из стоянок, на вторым ка зеленый угол, едем опять куда-то, куда-то в туман, шлагбаум нам открыли, фары мы включили, фары мы включили, и потихонечку, сейчас поедем, смотрите, в автомобиле еще практически пол бака, пол бака японского бензина, ну вот, выехали мы с вами, опять дорога, смотрите, дорог у нас здесь просто нету, в машине ничего не шелохнется, в плане подвески, состояние подвески, ну я бы сказал, идеальное, не гремит, не стучит, вопросов у меня нету, что касается по месту, в данном автомобиле, то есть сидеть мне удобно, то есть широко, я плечами, локтями, там, бедрами, ни обо что, никуда не труся, то есть, ну, места, места довольно-таки, много в автомобиле, ну, подвесочка такая, как бы, я не могу сказать, что она прям сильно жесткая, да, но, тем не менее, это хонда, это хонда, вот, ну, хонду практически, практически у всех, такие вот жестковатые подвески, ну, в принципе, в принципе, нормально, вот, двигатель здесь устанавливается, полтора литра, 110 лошадиных сил, если я не ошибаюсь, плюс, очень много добавляет гибрид, блин, тут забыл, могу ошибаться, по-моему, все-таки, все-таки, по-моему, здесь 110 лошадиных сил, и смотрите, вот, спидометр, да, вот эта центральная консоль, какого плана, то есть, она вся, ну, реально сидишь, как в космическом корабле, прикольно так сделали японцы, вот, ладно, сейчас мы, значит, покупаем резину, покупаем литье, ставим на автомобиль, и едем дальше до транспортной компании, ребят, и вот, много вопросов, да, по колесам, с предыдущего видео, то есть, все звонили нам, все у нас спрашивали, ребят, мы не продаем колеса, мы не занимаемся резиной, мы просто вам показываем, то, что на авторынке зеленый угол, можно приобрести, хорошую, практически новую, с хорошим остатком, японскую резину, есть как летние колеса, есть так зимние колеса, есть литье японское, короче говоря, в принципе, есть все, выбор, выбор огромный, вот, видите, да, сколько колес, плюс склады, здесь склады, там склады, ну, выбор, выбор колес и литья, реально огромный, ну, и как бы ценник, ценник тоже адекватный, на эти колеса, вот, и парочку слов, вот, продавца, выбор колес, большой, размеры все есть практически, литье тоже, все размеры, сверловки тоже есть, доставка есть, для любой транспортной компании, в любой регион, звоните, вот, значит, кому нужны колеса, телефончики продавца, будут под этим видео, поэтому связывайтесь с ними, и заказывайте мне колеса, ну, и так же, кто приехал за автомобилем, кто уже купил автомобиль, здесь совершенно монтаж, то есть, прямо на рынке, вам переобуют автомобиль, на летнюю, либо на зимнюю, резину, поэтому обращайтесь к ребятам, ну, и вот, переобули нам шаттла, значит, купили вот такое литье, купили практически новую, летнюю резину, посмотрите, она еще с пупырышками, и обошлось все это дело, 29 тысяч, вместе с монтажом, ну, и с балансировкой, все, поехали, куда-то, в транспортной компании, опять едем с вами, куда-то, куда-то в туман, сегодня целый день, у нас туман, 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 вот, ну, в принципе, все, подъезжаем к транспортной компании, единственное, хотелось бы добавить, шаттл, со своим полуторалитровым двигателем, ребят, он едет, ну, вы просто не представляете, как, то есть, новый хозяин, новый хозяин, будет приятно удивлен, динамикой данного автомобиля, это Toyota Pasa, это уже рестайл, автомобиль 2015 года, с очень хорошим аукционным листом, с родным пробегом, с родным пробегом 95 тысяч, стоимость данного автомобиля, 450 тысяч рублей, стоил он 455, скинули всего 5000 рублей, как бы, повторяли уже не раз, то, что продавцы на хорошие автомобили, да, сильно большие скидки, они не делают, в данном случае, скинули всего 5000 рублей, значит, белый перламутровый цвет, сзади метла, обогрев заднего стекла, дополнительный стоп-сигнал, омывайка, вот, стопарик, сзади идут диодные, автомобиль, не на литье, на обычных штамповках, на родных, на хорошей, летней резине, также в автомобиль, бесключевой, бесключевой доступ, ветровики, лобовое стекло родное, но еще раз показываю внешний вид, кстати, бонусом, бонусом, то, что есть туманки, на автомобиле устанавливать, ничего не нужно, а также еще хотел сказать, то, что, вот есть аналог, да, такого автомобиля, это, Daihatsu Bun, вот, некоторые пугаются, вот этого слова, то, что это Daihatsu Bun, название Bun, хотя, в принципе, да, не в принципе, автомобили, они полностью одинаковые, они полностью идентичны, то есть, все, 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 у них идет одинаково, ну, давайте, вкратце, немножко, покажу вам салончик, чисто, аккуратный, ухоженный салон, запаска есть, запаска новая, смотрите, бонусом, то есть, не везде есть, так, немножко, немножко, я поторопился, в общем, смотрите, есть полочка, мы на место поставим, полка в багажнике, тоже бонус, я, по-моему, на пасса, даже такого, такого не встречал, сзади три подголовника, задние сидушки у нас идут, если я не ошибаюсь, да, они идут раздельные, то есть, они у нас складываются, спинки можно сложить по отдельности, по месту, опять же, довольно-таки много места в автомобиле, я сел, мне сидеть нормально, то есть, я никуда не упираюсь, мне не тесно, и, в принципе, сюда еще можно посадить, можно посадить еще два пассажира, дверная карта, пластик, электрический стеклоподъемник, ну, в принципе, все стандартно, все как и везде, светлый, светлый потолок, двигатель сюда устанавливается, литровый, 1КР, мощность двигателя, по-моему, 69 лошадиных сил, передний сиденье, переднее сиденье идут диваном, есть не диваном, то есть, здесь проходик, бардачок, лифт сидений, сидушка, естественно, съездит вперед-назад, спинка у нас откидывается, родные коврики, пасса, естественно, сидушка, она у нас съездит, бесключевой доступ в автомобиль, уже говорил, автомобиль заводится без ключа, автомобиль 2015 года, двигатель сказал 1КР, что хотелось бы сказать, сейчас печечку сделаем потише, что хотелось бы сказать, именно по месту, в данном автомобиле, ладно, сзади я вам показал место, спереди, ребят, ну, место реально просто вагон, то есть, человек покрупнее, да, меня сможет сюда сесть, и в принципе, ему будет, будет очень комфортно, то есть, очень удобный, вот этот вот, подлокотник такой, его мы убираем, ну, вообще, получается, у нас с вами шикарный диван, значит, ключ от автомобиля, дальше, обратите внимание, какой бонус, именно на пасеке, обычно у них, вот этого бардачка нету, а здесь он есть, вот, кстати, родной аукционный лист, 4 балла, BC, 95 тысяч, родной пробег, по кузову, ничего не крашено, ничего не делано, один, это мы с вами, с вами даже не увидим, вот, ну, если обратили внимание, да, уже то, что, здесь идет, электронный климат-контроль, то есть, есть они на крутилочках, а есть именно на климат-контроле, и смотрите, какая фишка, какой бонус, то есть, обратите внимание, заднее стекло, зеркало заднего вида, не знаю, видно вам, не видно, при включении задней передачи, видите, оно автоматически наклоняется, у нас вниз, то есть, как на, на модных, да, автомобилях, типа там, грузаках, лексах, и тогда, и так далее, камера заднего вида, у нас присутствуют, установлены на автомобиле, вариатор, вот такого плана, спидометр, на 180, бензин, у нас еще с вами, два деления, вот здесь, бардачок, два подстаканника, бардачок, я уже вам этот показывал, подсветочка, все включается у нас, все с вами работает, здесь зеркало для пассажира, для водителя, да, тоже, тоже, зеркало есть, вот какая-то прибамбаха, японская установлена, если честно, я даже, не знаю, что, что это такое, монитофон, камера заднего вида есть, я уже сказал, вот здесь крючочек, такое, отключение антипробуксовочной системы, вот, нажали, видите, трк off, нажали, все, она включилась, отключение системы, айстоп, регулировка, регулировка зеркал, вот, ну и давайте проедем, на автомобиле, как бы, знаете, вот, если честно, да, для литрового двигателя, едет, короче говоря, едет этот двигатель достойно, то есть, когда-то там давно, была такая машина в эксплуатации, я и по городу ездил на таком автомобиле, и по загородной трассе я ездил, ну, если честно, да, я как-то вот, ну, удивлен, удивлен и динамиком, и, кстати, что немаловажно, расход топлива, по трассе, я думаю, автомобиль будет кушать где-то, ну, не знаю, не соврать бы, но литров 5, да, если при умеренной езде, там, 100-110 км в час, конечно, если там, а если тапочку давить, то, будет поджирать, там, литров 7-8, ну, а так, литров 5, да, литров 5, я думаю, можно будет уложиться, по городу, по городу, но если по какой-то равнению, то, в принципе, литров 6-6,5, если у нас по городу, у нас одни сопки, вот, ну, чуть побольше на литр, на полтора, вот, отъехали уже с рынка, со вторым к зеленый угол, едем опять по корчам, тут дорога просто, блин, но опять же, сейчас, сейчас туман, вам, скорее всего, видно ничего не будет, но, поверьте, дороги здесь просто нету, пробег у автомобиля 95 тысяч километров, и, блин, придраться просто не к чему, не гремит, не стучит, ни скрипа, ни звука постороннего, ничего, ничего такого нету, в общем, вот такой автомобиль, 2015 год, уже рестайл, за 450 тысяч рублей, с аукционной оценкой, 4 балла, с родным пробегом, 95 тысяч, вот смотрите, какие у нас тут дороги, офигенные, да, вот, с этим автомобилем, в принципе, все, так, на сегодня все, вот, то, что у нас были автоподборы, людям помогли найти автомобили, отогнали в транспортную компанию, общу,